Номинаций в фестивале достаточно, чтобы проявить свои творческие способности. На сцене пели, танцевали по саду, читали стихи, в том числе и собственного сочинения. В этот раз фестиваль объединил более 90 талантливых педагогов. Мы выделяем каждый раз номинацию «Прекрасный дебют» тех, кто принимает впервые участие в этом конкурсе. В этом году у нас почти половина участников этой дебютанты. Впервые в этом году в фестивале принимают участие работники дошкольных учреждений нашего города. Воспитатель детского сада Марина Кочеткова решила воспользоваться шансом и заявить о своем таланте. В номинации вокала она выступала с лирической песней о России. Ну, хочется какого-то развития творческого, потому что на сцене я вообще не первый раз, но вот именно на таком фестивале дебют. Корифеем фестиваля можно назвать Оксану Шамарулину. Она идет с песней по жизни и участвует в творческом конкурсе с его основания. Объединить талантливых педагогов и поделиться опытом, по мнению Оксаны, это главное в конкурсе. И, конечно, своим примером хочется заряжать всех остальных, вести с собой вперед. И сама получает от этого, конечно, тоже удовольствие. Рукодельницы показали свои таланты в декоративно-прикладном направлении. Различные техники вязания, шитья, вышивки были представлены на выставке творческих работ. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.